Продолжение следует... Это частный, государственный центр? Это не совсем государственный. Это центр, который принадлежит больничной кассе Клолит. Что это за касса? Больничная касса Клолит это типа медицинской страховой компании. Все израильтяне находятся в одной из четырех больничных касс. Их медицинская страховка находится в этой больничной кассе. Эта больничная касса предоставляет им все медицинские услуги. Ага, в моей нем. Туда. Вот. Одна из самых крупных, одна из самых старых больничных касс это больничная касса Клолит. У нее есть определенное количество своих клиник. Я извиняюсь, это мы заезжаем в подземную стоянку. Извини, дальше скажи. Вот. У нее есть определенное количество своих клиник. Но так как она достаточно крупная, большая, то можно сказать, что это государственная клиника. Потому что эти, как бы, те больницы, которые принадлежат больничной кассе Клолит, они, в принципе, являются государственными. По сути своей. Есть также государственные, чисто государственные клиники, которые принадлежат государству. Все. Мы приехали. Мы сейчас подъехали к центральному входу медицинского центра имени Рабина, больницы Беллинсон. Мы находимся на территории медицинского центра имени Рабина. Медицинский центр имени Рабина находится в Петахтикве и состоит из нескольких многопрофильных клиник. Сейчас вы видите здание многопрофильной клиники больницы Беллинсон. Левее от нас это женская клиника, включающая в себя как родильное отделение, гинекологическое отделение, отделение искусственного подотворения и многие другие. Все, что касается здоровья женщины. Клиника называется, названа именем Хелены Шнайдер и построена на благотворительные деньги господина Шнайдера после того, как его жена Хелена Шнайдер умерла от рака. Следующее здание на территории медицинского центра имени Рабина это научно-исследовательский институт имени Фельдзенштейн, в котором проводятся многочисленные исследования в области медицины по лечению различных заболеваний. Сейчас вы видите здание медицинского центра имени Шнайдера, который является одним из ведущих детских медицинских центров в Израиле. Здесь находится центральное отделение по лечению онкологических заболеваний у детей. Ведется очень много научных разработок по лечению всевозможных ветхих заболеваний в педиатрии. Это здание это онкологический центр Давидов, один из крупнейших в Израиле, в котором собраны всевозможные отделения по лечению онкологических и тематологических заболеваний, радиотерапия, химиотерапия и научно-исследовательские отделения. А какой из них центральный корпус? Вот этот, да? И мы сейчас продвигаемся к нему. И там что наверху написано? Наверху написано медицинский центр имени Рабина, больница Беренсов. А правее? Правее написано гур Саша Тауэр. Это имя человека, который построил это здание. Сейчас мы его возьмем от Атати. Еще строятся дополнительно корпуса, да? Новые центры. Строятся дополнительно генетические центры, центр по лечению генетических заболеваний, вспомогательные корпуса. Сейчас мы заходим. Сейчас мы заходим в медицинский центр. Первое, что бросается в глаза в медицинском центре, это картины. Леценаты выставили большое количество картин. Написаны авторы этих картин. Интересно, такой водопад. Вода идет по стене. Красиво. Не оригинально. Дальше идут картины. Сейчас мы увидим большую галерею. В правую сторону пошел большой зал. И в левую сторону пошел большой зал картины. Вот здание медицинского центра и специальный отдел, который называется «Медицинский туризм». Все иностранные граждане могут лечиться в этом центре и прийти в отдел медицинского туризма и решать вопросы по обследованию и лечению.